Уважаемые господа! Так получилось, что в одной из передач День ТВ, когда я рассказывал о роли пищи, ее влияние на мозг человека, я там упомянул несколько странных вещей, которые приобрели неожиданно самостоятельную жизнь. Собственно говоря, речь идет о том, что я закончил эту передачу тем, что является основной гарантией пищеварения человеческого и гарантией получения хоть каких-то прав и возможностей. Я написал такую маленькую конституцию. Всего из пяти пунктов. Конституция для гомо-сапиенс. Она не претендует на самую лучшую в мире, но она посвящена, собственно говоря, нашим интересам. Кратко и сжато, собственно говоря, гарантирующих то, что нам с вами интересно, то, что мне самому интересно, например. Посмотрим, что это такое. Напомню. Всего в ней пять пунктов. Конституция гомо-сапиенсов. Государство обеспечивает гражданам право на пищу и ее прием в комфортных условиях. Это первый пункт. Он ни у кого сомнений не вызывает. Второй пункт. Государство гарантирует гражданам право на размножение и лимитацию в автономной среде. Ну, понятно. Вроде бы против этого тоже никто не спорит, особенно насчет имитации. Потому что дети хорошо, но иногда имитация бывает интереснее, чем изготовление непосредственно детей. Это второй пункт. Ну и третий, собственно говоря, база, для чего это все нужно. А нужно это все обеспечивается. И еда, и размножение очень простым способом. Государство обеспечивает граждан ресурсным ежемесячным доходом в эквиваленте стадневного рациона одного человека. Ну, сейчас это примерно тысяча долларов. Ну, если в удобных енотах считать. Ну, понятно, что сумма будет меняться, потому что рацион может дорожать, может дешеветь стадневный. Ну, такой полноценный. Чтобы и рюмочка, и сигаретка, и мясо, и рыба, и птица, и все остальное. То есть, откуда это брать? Значит, достаточно многие спрашивают. Ну, в нашей стране все понятно. У нас производится огромное количество нефти, газа, леса, цветных металлов, руды, рыбы, бриллиантов. Все это вывозится в немыслимых количествах. Поэтому миллиарды долларов выплывают спокойно на Запад. Но мы можем воспользоваться частью, очень небольшой, очень незначительной от доходов этих так называемых госкорпораций монополий, для того, чтобы платить гражданам эту самую несчастную, допустим, тысячу долларов в месяц. Никто не обедняет. Тогда решатся очень многие проблемы. Потому что ресурсы все-таки принадлежат народу, а не большие кучки чиновников и олигархов. Поэтому надо делиться. Вроде как. То есть ресурсы есть, проблем нет. И во многих странах эта ситуация существует. То есть таких уж совсем нищих стран очень немного. Но это отдельный разговор. Ну и дальше четвертый пункт. Граждане обязуются платить 10% от всех доходов, кроме ресурсного. А задолжавшие отдают не более 50% от ресурсного дохода. Тоже все понятно. Ты спокойно можешь есть, производить потомков, генокопироваться. Они тоже будут по 1000 долларов получить. Вообще класс. Ну и вдруг тебе, если чего-то захотелось, еще можно и поработать. И недорого. Это обойдется 10% от всех заработков. Ну и последний, пятый пункт – это механизм инфраструктуры. Ну понятно, что сейчас компьютеры такие развитые, что 45 миллионов человек сосчитать не можем никак. Ну это искусственный интеллект, все признаки. ИНН, потому что у всех меняется. Что, 145 миллионов циферок невозможно сосчитать? Ну здесь вызывают некоторые беспокойства наши счетоводы. Но, тем не менее, такая возможность, я думаю, есть. Работа государства осуществляется пожизненными чиновниками. То есть чиновники выбираются пожизненно, навсегда. Отлично, он научился там что-то делать? Ну пусть делает. Которые отзываются методом декапитации. Это неприятный момент. При утрате тысячедневного рациона одного человека. Ну то есть спер еды на тысячу дней. Ну значит, к сожалению, декапитация. Ну какое-то такое устройство. Я думаю, рост тех справится. Самозатачивающаяся гильотина в городе с численностью больше 20 тысяч жителей в центре площади. Я думаю, желающих поработать на ней будет хоть отбавляй. Поскольку сразу же не поверят, что это может случиться. Вопросы очень интересные приходят. Самые разнообразные. Из очень разных стран. Причем даже из тех, у которых уже давно существуют наполеоновские права граждан. И где оценивают позитивно. Она попроще, чем наполеоновская. Но это дело в том, что она современная. 21 век на дворе. Но все спрашивают, а кто же будет работать? Вдруг неожиданно кто-то озаботился сидящим в интернете о том, что работниками. Кого же доставят работать для такой всей красоты? А дело в том, что здесь предусмотрен ресурсный доход. Но его потратить-то можно не на Гавайских островах. Вы что думаете, что если такую конституцию принять, то кто-то вам позволит жить на каком-нибудь маленьком острове индийском, в Индийском океане, и получать по тысяче удобных енотов в месяц, ни в коем случае. Ресурсный доход можно потратить только на товары, произведенные внутри страны, и только внутри страны. Уезжаете? Пожалуйста. Ресурсный доход из вас вычитается. Товары покупайте тоже, произведенные внутри страны. Это сделает ту самую экономику, о которой мечтает наше правительство. И больше никак. Но это не значит, что вы не можете купить западный товар, еще что-то. Хотя это вряд ли понадобится, потому что многочисленные фирмы, увидев такое раздолье, прибегут сюда сами. Так что отбиваться будем, предлагая производить здесь все на месте. Это не так сложно. А вот дополнительные удовольствия, заграничные сумочки симпатичные, туфельки, автомобильчики особо резвые, особо плоские, жабистые. Вот для них уже надо будет работать. Всего 10% налогов будет сниматься. Но это надо будет делать. То есть вам надо будет заниматься бизнесом, каким-то производством, или какой-то торговлей еще. То есть что-то зарабатывать, кроме ресурсного дохода. Вот будет и экономический стимул. Тем более деньги для старта есть. У вас пожизненный ресурсный доход. Всегда можно рассчитаться. А учитывая семьи, то это вообще отлично. То есть не будет массы проблем, в том числе с чем? С медициной, с образованием. Не надо будет содержать толп чиновников, налоговиков. Толпы охраны, промежуточных, социальные службы, пенсионный фонд, который очень дорого стоит. То есть есть возможность избавиться, во-первых, от массы чиновников, и тогда впервые выделенная государством рубль дойдет целиком до гражданина. Потому что у нас 90 копейка исчезает у чиновников. Это незаметно. Это загадочное явление. И пока этот памперс из чиновников будет довольно большой, денег будет очень мало. Это понятно. Вот ответ на четвертый пункт я вам сказал. То есть Конституция построена на еде, размножении и доминантности. Доминантность – это четвертый пункт. Поскольку человечество любит и обожает выпендриваться друг перед дружкой, демонстрировать наряды, машины, квартиры, дома, ничего угодно, там самые выдающиеся яхтами меряются, то это будет вечным стимулом для развития наших прекрасных биологических способностей, а вместе с ними и экономики страны. Надеюсь, я ответил на четвертый пункт насчет ресурсного дохода «Кто будет работать?» Работать будете тогда, когда захотите, если вам этого захочется. Но поскольку наше обезьянье-хвост нами виляет еще очень сильно, я думаю, большинству захочется, чтобы иметь то, чего нет у вашего соседа. И это залог развития любого экономического и любой экономической системы, любого экономического процесса. Надеюсь, что мое объяснение удовлетворило вопрошавших. Ну и если вопросы будут опять появляться, я постараюсь как-то раскрыть такие сложные вопросы, например, как еда или размножение. Хотя это, конечно, мне кажется, настолько тривиально, что особого пояснения не требует. На этом до свидания.